МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд приговорил бывших директора, главного бухгалтера и бухгалтера Читинского ООО, управляющая компанией «Кварц», занимающегося арендой помещений, к штрафам за сокрытие налогов на 7 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона. Ранее источники сообщали, что речь идет об Александре Кужикове, отце осужденного по той же статье бывшего депутата ЗАГС Собрания за Байкале Алексея Кужикова. Летом 2021 года Центральный районный суд Читы приговорил члена комитета по налогам законодательного собрания Алексея Кужикова к двум годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч за сокрытие денег для уплаты недоимки по налогам в особо крупном размере и за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Адвокаты попросили суд операционной инстанции отменить приговор, прокуратура же потребовала ужесточить наказание. В итоге Забайкальский краевой суд наказание смягчил, отменив штраф. Компания Дом-2000 занялась устранением замечаний госинспекции края по строительству школы детсада в поселке Макзон Хилокского района Забайкалья, которую за миллиард двести возводит подрядчик с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минстрой края. Напомним, строительство школы сада на 620 мест на сваях началось в Макзоне в 2019 году, и подрядчики уже тогда не хотели выходить на объект из-за его сложности. Единственным участником и победителем повторного аукциона на строительство здания стал компания ООО «Дом-2000». Из Улан-Удэ предыдущего подрядчика «Мегастройкомплекс» Минстрой Забайкалья снял с объекта из-за отставания от графика работ. Напомним, компания «Дом-2000» также занимается сейчас строительством новой краевой детской клинической больницы в Чите. Продажу алкогольных напитков запретят в Чите 28 мая, в день празднования 370-летия города. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам и ценообразованию. Запрет будет действовать на все спиртные напитки, в том числе пиво. При этом данный запрет не распространяется на продажу алкоголя внутри кафе и прочих заведениях общепита, рассказали в регуляторе. Отметим, что в этом году Чита отметит свое 370-летие. Согласно легенде, город основан в 1653 году русским землепроходцем, основателем нескольких сибирских городов Петром Бекетовым. Лишь в 1851-м Чита получила статус города. По данным за 23-й год, сейчас население нашего города составляет 333 679 человек. Продолжение следует...